всем доброго времени сегодня хочу сделать видео обзор на набор спиц лимитированная коллекция chiago forte я надеюсь правильно сказала название этой фирмы потому что у меня в принципе таких спиц не очень много вот на этот набор были предзаказы они очень быстро закончились вот в одном месте мне снова удалось найти значит упакован набор в коробку и вот в такой вот мешочек дальше я у конечно уже доставала и пробовала так выглядит сам набор коробку я убираю к ней вернусь позже значит сам набор выглядит в таком футляре футляр из кожезаменителя сразу хочу сказать что он для тех кто большие поклонники кожи в этом моменте будут разочарованы очень качественно хорошо сделано молния красиво легко расстегивается сам набор двигать тут я уже один трусик вкрутила потому что пробовала в нескольких видах пряжи сам набор что входит лента с одной стороны наверное дюйм или какая-то американская система с другой сантиметр и как он функционирует я так и не поняла линейка для спиц и для определения плотности сразу хочу показать линейка тонкая но не знаю сколько прочный материал это бывает материал тонкий но прочный далее титановые ножницы тоже пока не знаю для чего я в наборах вязальных редко пользуюсь ножницами вот такая коробочка металлический бокс в нем идут иглы с тупым кончиком две штуки большие булавки остренькие ключики для так вот я их вытащу потому что хочу показать как вкручиваются соединение тросики ключики такое резиновое сердечко для удержания спицы и кольца такие вот разделительные кольца для чего они я не совсем поняла потому что я такими не пользуюсь я пользуюсь на резиночками которые легко срезаются но те кто любит пользоваться пластиковыми маркерами наверное ну лучше знает как пользоваться такими колечками можно убирать переходим к спицам я постараюсь чтобы видео было не сильно длинным потому что не каждый человек любит смотреть очень длинное видео ручка идет многие я смотрела в обзорах говорили что ручка тоже из черного дерева нет ручка пластиковая не какое-то не черное дерево и более того ручка без фирменного знака чагу то есть простая ручка как они пишут стилиус но это не стилиус стилиус этого тоже чем можно рисовать на экране планшета это нет это просто ручка здесь идет еще вот такой кронштейн я не совсем поняла его назначение для чего он вот далее идет сам набор спиц спицы крепятся на магнитных кнопках с двух сторон все это заполнено сейчас я покажу какие номера я вытащила и покажу в вязание на данный момент отстегну и здесь имеется вот такой боковой карман в котором находятся тросики у спиц чагу тросы идут тросики идут двух размеров больших и маленьких поэтому не будут еще переходники так вот это стоит смалу с размер это для спиц которые идут под номерами от номера 2 75 до пятерки следующие тросики идут они вкручены большие спицы плач они идут в спицы под номерами от пяти с половиной до десятки тут номера пять с половиной шесть шесть половиной потом почему-то восемь девять и десять семь и семь с половиной нет большие не было интересно вообще большими мира спиц я такими очень редко пробовал и ни одно изделие не вязала поэтому я вкрутила большие тросики в большие номера спиц номер восемь девять и десять и попробовала вязать вот такой вспушенный кашемир попробовала вязать всеми номерами спиц но что я хочу сказать в этот проект если вязать из пушеного кашемира как наподобие бурнеллы кученели то конечно сюда нужно добавлять махер чтобы он закрывал междырочное пространство но вряд ли такой проект я буду вязать для себя потому что ну такое дырчато это не моё я люблю другое вязание сейчас покажу какое но тем не менее все равно вот эти номера спиц я пробовала хочу сказать что если маленькие номера спиц они не стучат то большие номера спиц если ими вязать они стучат друг от друга но так как кончики металлические это хирургическая сталь то петли двигаются на больших номерах спиц хорошо не не замедляются так сейчас видите спиц уберу дальше в наборы предоставлены два цвета для темные для спиц большого размера стоппером если вязание необходимо перенести на леску то леску можно стоппером закрыть или спицы закрыть стоппером темные для больших номеров светлые для маленьких если кто-то думал что эти стопперы из черного дерева нет они идут из пластика они не из черного дерева обычные пластиковые стопперы также в наборе идут вот такие переходники между большими номерами и маленькими или для удлинения спиц два для удлинения спиц идут перед переходника так два для больших спиц и два для маленьких всего восемь штук один у меня где-то уже вкручен в какой-то спицы потому что я все решила посмотреть как все вообще работает правильно или понравится или нет потому что все таки набор не дешевый вот и важно было чтобы все понравилось теперь непосредственно перейти к самим спицам очень многие спрашивали именно какие у спиц кончики в этом пункте сейчас сделаю светлый фон я буду сравнивать с другими спицами это у меня спицы чтобы было были одинаковые номера так это спицы это спицы и чагу синимые вязание зеленая тоже так мы видим по номеру что это спицы номер 2,75 ну что ж можно сравнить со спицами другими какие будут кончики у номеров 2,75 я очень люблю спицы к нитпро потому что они гладкие хорошо обработанное дерево но конечно кончики у них не такие длинные и не такие острые как у спиц чагу ну вот это я надеюсь видно вот эти спицы справа чагу слева это спицы деревянные к нитпро так так камера хорошо показывает наверное из-за того что леска шевелится камера меняет фокус вот сейчас видно дальше какие еще спицы есть есть еще вот такие спицы к нитпро с металлическими кончиками это я думаю у меня спицы номер три вот я сравню сейчас со спицами номер три нет похоже это в большем три с половиной так сейчас я сравню со спицами три с половиной да это три с половиной это знаем три с половиной все что эти больше 325 три с половиной наверное уже где-то у меня вязание да сейчас новую точку 325 375 это совсем тонкие это тройка три с половиной я уже вставила вот в такой вот проект то у меня из ангоры в две нити ангора фирмы раван очень мягкая не колючая но мы сейчас не об этом вот если сравнить спицы чангу темные из дерева и зеленые вот этих нет про это одинаковые номера спиц так все шевелится и камера меняет фокуса вот ну надеюсь видно что конечно спицы чагу кончики спицы длиннее тоньше и очень хорошо подхватывают петли вот здесь у меня всего в две нити идут а так вот если я покажу потом вязание а так если много ниточное вязание то конечно спицы чагу лучше подхватывает захватывает много ниточное вязание вот как раз такой случай это тоже спицы чагу я не знаю как они называются вот с таким это не изогнутым у нас такой изогнутая у них на конце изогнутое соединение они не разъемные прекрасные спицы маленький номер сейчас я скажу какой я думаю это два с половиной так линейка идет от 2,75 так линейка идет от 2,75 а я думаю тут спицы 2,5 спицы 2,5 спицы 2,5 в чагу нету есть 2,75 то есть я ищу то чего нет представляете вот это 3 миллиметра была 75 у меня уже где-то в каком-то вязание задействовала здесь недалеко далековато так ну ладно хорошо будем сравнивать с тем что есть то есть чагу с чагу сравниваем конечно вот эти номер больше но видно что кончик вот в этом месте он идет на сантиметр длиннее чем металлические спицы то здесь кончик вот здесь заканчивается дальше идет спицы деревянных вот в наборе чагу форты кончик идет и длиннее примерно ну наверное почти в два раза в 1,75 раза то есть достаточно очень длинный так с чем еще сравнить есть еще вот такие спицы многие знают с китайского сайта алибоба тоже у них неплохие кончики все уберу у них неплохие кончики длинные вот такие имеющиеся карбоновые спицы но у них очень короткие толстые кончики вот карбоновые многие знают это по моему или отделик нет про карбоновые это и беновое дерево и примерно такой же номер спицы чагу видно да вот я надеюсь что видно то есть у спицы чагу номера значительно кончики значительно значительно длиннее и острее видео получилось 17 минут я сделаю вторую часть видео с вязанием и с тем какие переходы идут у спиц чагу и у других спиц ну чтобы сравнить переходы при соединении вот этого тросика со спицей вот будет вторая часть Субтитры сделал DimaTorzok